Пенкина Людмила Михайловна, Институт Кыргыз-Гипрозем, зав. группой мониторинга пастбищ. Работаю в институте с 68-го года. Опыт работы, ну, сами понимаете, 49 лет. То, что есть накоплено наше богатство. И богатство не только мое, но, наверное, уже теперь всеобщее, поскольку приглашают на такие мероприятия для каких-то экспертных консультаций. Так вот, из 9 миллионов 34 тысяч в настоящее время у нас по данным мониторинговых наблюдений 1997-2016 годов установлено, что деградации подвержены около 70% пастбищ. Это страшная цифра. Исходя из тех данных, которые мы сегодня получили по методологическим разработкам, у нас пастбище находится в очень хорошем состоянии. Однако это не так. Я считаю, что здесь представлены только общеваловые продуктивности пастбищных территорий. А они ведь имеют засорение. И те деградационные процессы, которые происходят на пастбищах, это зарастание от кулаком, это зарастание ширяшем, это зарастание тоокуйруком. Здесь вот представлено в одной связке и пастбище, и кустарники. Но кустарник тоокуйрукалтыгана является сильнейшим деградационным индикатором, который говорит о том, что их нужно уничтожать. Так что я считаю, что это мероприятие очень сильно в том плане, что мы сейчас подняли эти вопросы. И я думаю, они будут разработаны в конечном итоге более детально, чтобы учесть наши горные состояния, чтобы учесть не только равнинные территории, но и склоновые. Потому что когда происходит съемка спутниковая, она искажает. Ведь склон, что такое склон? Проекция, если на карте, она получается другая площадь, и значит другая урожайность. Я бы хотела, чтобы вот это имело свое продолжение. А в рамках КБО мы начинали это еще в 2004 году, в первое, когда по борьбе с опустыниванием группа работала. И все разработки, потом все данные, которые были сегодня представлены статистически, их можно получить из национального доклада для правительства о состоянии окружающей среды, выполненные в рамках ПРООН. Продолжение следует...